Эх, лысый, не шаришь ты в ММА. В общем, именно с такой фразы, да, которая уже облетела мой телеграм-канал и ютуб, да, решил начать я именно с этой фразы очередной разбор на номерной турнир UC-277. Ну, ребятки, по классике, как всегда, перед началом разбора я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, так как именно там я выкладываю скриншоты со своими ставками, в основном я выкладываю скриншотики в день турнира. Поэтому, ребят, чтобы все это не пропускать, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка на который я оставлю в описании под этим выпуском и в закрепленном комментарии. Вот здесь сейчас перед вами выплывет статистика по ставочкам, если она вас впечатлит, не впечатлит, не понравится, понравится. В общем, всех буду ждать в своем телеграм-канале, повторюсь, пока в данный момент он находится в бесплатном доступе, у вас есть возможность туда абсолютно бесплатно подписаться. В общем, в сегодняшнем выпуске, как я уже сказал, мы поговорим о поединке, который носит статус со главного события номерного турнира UFC 277. Бойцы разыграют временный чемпионский пояс, это Брэндон Морена и Кай Карафранц. В общем, как всегда, по классике мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры. Ну и, конечно же, ребят, в конце выпуска подыщем вариант для ставок. Погнали к разбору. Давайте начнем этот разбор с Кай Карафранца. Это боец, который тренируется в сети кикбоксинг. Мы знаем, да, для тех, кто не в курсе, я подчеркну немаловажный момент. Там огромное количество бойцов, которые выступают в UFC. Также есть два чемпиона сильнейшего промоушена. Это Израиль Адесани, соответственно, да, и Алекс Волкановский. В общем, до момента подписания Кай Карафранца в UFC, в принципе, он показывал неплохие результаты. Да, кстати, был участником 24 сезона Ultimate Fighters, где в дебюте одолел своего оппонента, там, по-моему, за 30 секунд, что ли, он его нокаутировал. И потом Пан тоже проиграл, ну и, соответственно, выбрал, да, из сезона. После этого провел пару-тройку успешных боев, где одержал, естественно, победы, да, и был подписан в организацию UFC. В UFC бился против таких бойцов, как, сейчас скажу, как же его фамилия, елки-палки, Раулиан Паева, вот точно вспомнил, которого одолел, также была победа над Марком Делоросой. Ну и тем бойцам, кому он проигрывал, это, кстати, два поражения у него в UFC, это Брэндон Морено и, соответственно, Брэндон Ройвелл досрочно, по-моему, удушающим приемом. В общем, с Морено поединок получился действительно конкурентный, ну, как минимум в первом раунде, там Франц смог и потрясти, и больше попадал значимых ударов, ну и последующие два раунда, к сожалению, для него он отдал, и, соответственно, 29-28, с таким счетом он проиграл тот бой. В общем, встречался против в UFC, соответственно, да, против бывшего чемпиона UFC, опять же-таки, это Коди Гарбранд, досрочно одержал там победу и в своем крайнем поединке встретился против Аскара Аскарова, над которым одержал победу по решению судей. Кстати, давал я, не то что давал, делал я прогноз на тот поединок, вы можете его найти и посмотреть на моем YouTube-канале, тогда я топил за Кайкара Франца, он шел просто кунским андердогом, там чуть ли не до пятерки доходил коэффициент на его победу, ну и, соответственно, как мы увидели, да, что не дал он навязать борьбу своему сопернику в стойке, очень классно отработал, соответственно, многие, я помню, писали в комментариях, что, блин, да, там засудили Аскарова, да, там какие-то непонятные действия со стороны судейского корпуса, ребят, ну не знаю, пересмотрите этот поединок на UFC Pass, да, и я думаю, что у вас не будет никаких вопросов, 2-1 по раундам, отлично отработал Франц, соответственно, решением судей забрал. В общем, переходим мы к его бойцовским качествам, здесь стоит подчеркнуть, что действительно он спрогрессировал в аспекте защиты от тейкдаунов, сейчас его крайне сложно перевести в партер, опять же, Аскар Аскаров тому пример, да, который многочисленные попытки все-таки пытался организовать, да, но у него, по-моему, только один раз получилось перевести, и то там без контроля, просто, ну, имеется в виду контроля в партере, там Франц сразу же поднялся, закрепился хорошо, качественно, причем закрепился за спиной Аскарова в первом раунде, ну и во втором, в третьем уже у Аскарова ничего не получалось делать в борьбе, хотя мы должны понимать и в голове держать, что Аскар Аскаров это боец высочайшего уровня, в какой-то момент это был один из претендентов, да, ну, точнее, не то, что претендентов, претендентов это, наверное, громко сказано, один из бойцов, который может стать претендентом, я бы вот так немножко сам себя поправил, но, к сожалению, да, для наших болельщиков из России, да, и, в принципе, по всему миру, Аскаров проиграл свой крайний поединок, соответственно, пока что об этом говорить рановато. В общем, защита от тейкдаунов у Франции действительно стала просто потрясающей. Стойки, это боец вообще базовый ударник, стойки чувствуют себя прекрасно, также растет в этом аспекте, да, комбинирует руки-ноги, есть нокаутирующий удар, не раз он нам это демонстрировал в своих боях, в принципе, отсюда можно сказать, что он максимально сейчас такой сбалансированный боец. Что касается его кардио, да, 5-раундовых поединков у него не было в UFC, соответственно, сказать, как он будет дышать на протяжении всех 25 минут, ну, здесь только можно предугадать, вот, ну, те дистанции, которые он проходил, 3-раундовые, в принципе, можно сказать, что у него кардио находится на хорошем уровне. Ну что ж, ребят, переходим мы к бывшему претенденту и бывшему чемпиону организации UFC, это Брэндон Морено, мексиканец, боец, который до UFC дрался там в кучу вообще промоушенах, становился, кстати, чемпионом в организации World Fighting Federation, по-моему, если не ошибаюсь, как-то так промоушен называется, в общем, подписали его в организацию UFC, шел на хорошей победной серии, потом встретился против Pan тоже проиграл, потом было поражение от Серджио Петтиса, ну, и, соответственно, да, выбыл он из ростера вообще бойцов UFC, был уволен, дали ему возможность подраться за чемпионский пояс в организации LFA, соответственно, там он завоевал этот чемпионский пояс, да, и решила организация UFC, что нужно дать, так сказать, второй раз попробовать себя Брэндону, да, в сильнейшем промоушене мира, в общем, вернулся, подрался против непосредственно Брэндона Морено, кстати, о, Брэндона, говорю, Брэндона Морено, Брэндона Ройвелла победил, также у него был поединок против нашего соотечественника Аскара Скарова, там ничейка, ну, и, соответственно, оформляя ряд хороших таких побед, добрался он до статуса главного претендента, встретился в первый раз с Фиги Рэда, кстати, у них было три поединка, ребят, в первом бою там была ничья, да, во втором поединке Брэндон Морено забрал тот бой, да, причем забрал его досрочно, тогда я давал ставку на него, и, в принципе, прогноз на него записывал также на YouTube-канале, можете посмотреть, но вот в третьем поединке опять я притопил за Морено, да, и, блин, ну, как-то ничего он такого сверхъестественного не показал, Фиги Рэда, в принципе, действовал неплохо, да, по статистике, по ударам перебил Морено, но качественные удары, качественные попадания были со стороны Фиги Рэда за счет этого единогласным решением судей в третьем поединке Брэндон Морено, да, проиграл, к сожалению, лишился чемпионского пояса. В общем, переходим мы к его бойцовским качествам, ну, здесь также можно, в принципе, сразу сказать, что это сбалансированный боец, у него черный пояс в активе по бразильскому джиу-джитсу, хорошо борется, хорошие тейкдауны, хорошая защита от них, да, что касается ударки, то видно, что действительно он очень серьезно спрогрессировал с момента, скажем так, тех боев, когда он встречался против Пантожи, когда он встречался непосредственно против Петиса, да, там, в принципе, не получалось у Морено борьба, да, а в стойке Петис перебивал своего оппонента, вот, ну, и, соответственно, тогда, по-моему, Петис даже, ребят, был андердогом, если мне не изменяет память, по-моему, за два с половиной он шел, это было давно, правда, уже, но точно он был андердогом тогда, в общем, Морено проиграл, ну, и видно, да, что у него хороший, действительно, очень крутой джеб, скоростной джеб, в принципе, этим оружием он постоянно пользуется, но прочекал Фигереда этот быстрый, максимально быстрый джеб, и что нужно сделать с бойцом, у которого быстрый джеб, да, хороший, качественный, техничный, правильно, ему нужно отбить нахрен переднюю ногу, соответственно, в третьем поединке, извиняюсь, в третьем поединке, соответственно, бразилиц это и сделал, и лишил, так сказать, бывшего чемпиона, да, возможности на нанесение этого удара, и не раз, не раз потрясал, кстати, вот, по-моему, во всех, нет, кроме второго поединка, в первом и в третьем поединке Фигереда, там, по два, по три или даже по четыре раза потрясал, и, причем, серьезно потрясал, Брэндона Морено, но Морено смог в итоге, да, там, находить возможности для того, чтобы как раз-таки оттянуться от соперника, на комфортную дистанцию, восстановиться и продолжить ход поединка, но все равно этот момент с потрясениями нужно держать в голове, соответственно, по кардио у Морено, лично, у меня нет к нему никаких вопросов, дистанция чемпионская, в пять по пять для него выполнима. Подбираемся мы к заключительному этапу нашего разбора, это прогноз на этот поединок, давайте, как всегда, по классике взглянем на коэффициенты букмекерских контор, здесь у нас фаворитом идет, естественно, Брэндон Морено, коэффициент на него 1.45, в то время как Кайкара Франц идет у нас андердогом, и андердогом довольно-таки неплохим за 2.8, в общем, крайние поединки у Франца, получается, он, последние два боя точно он идет андердогом, он шел с Гарбрантом андердогом за 2.20, он шел, как я уже и говорил, там, сумасшедшим андердогом против Аскара Аскарова, да, за 4.50 или там за 4.8, какие-то такие на него цифры сумасшедшие давали, и, в принципе, в двух крайних боях он показал, что, будучи андердогом, он может не только переломить ход встречи, да, но и удивить букмекерские конторы многих фанатов смешанных боевых единоборств. В общем, как всегда, давайте пробежимся по ключевым аспектам и попробуем понять, кто же в них сильнее. В принципе, если мы говорим об оппозиции, то здесь однозначно она уходит на сторону Брэндона Морена, потому что его поединки с тем же самым, крайние даже три поединка, да, с бразильцем показали, что, ну, это топ оппозиции, это оппозиция чемпионского уровня, однозначно. Конечно же, Кайкара Франц, подравшись и одержав победу над таким спортсменом, как Аскар Аскаров, который тоже прям топовый, максимально топовый боец, но все равно чемпион и просто топовый боец около чемпионского уровня, это немножко, скажем так, другой уровень и разница в этом существенно есть. То есть небольшое преимущество в плане оппозиции на сторону Брэндона Морена. Что касается ударной техники, ребят, то вы знаете, здесь я не вижу фаворита. То есть здесь как один боец работает очень качественно, круто, так и другой боец. То есть Морена может просто джебами разбивать, да, оппонентов. Кайкара Франц работает серийно, причем серийно имеется в виду руки-ноги, да и Морена точно так же работает. Но здесь есть один большой минус для Морена, это то, что он пропускает оверхенды. Очень часто он пропускает оверхенды, как я уже и говорил ранее, в крайних двух боях, ну то есть в первом и в третьем поединке от Фигереда он пропускал, он падал. Да, он восстанавливался, ребят, но все равно эти моменты, когда ты падаешь, они влияют на судейские записки, на судейские карточки. И как раз таки в третьем их поединке, ну в крайнем получается для Морена, вот в этом поединке эти моменты стали ключевыми. То есть, соответственно, там до четвертого раунда поединок был, ну близкий, действительно очень близкий. Но в пятом раунде Фигереда потряс оппонента, градом ударов там его встретил. Ну и соответственно, мне кажется, что именно этот момент и повлиял. Потому что мы знаем, чемпионские бои, когда плюс-минус поединки равные, пятый раунд решает, и вот как раз таки пятый раунд расставил все точки. Как в принципе, да, судьи, ну расставил все точки, имею в виду в судейских карточках. Вот, поэтому пропускает, пропускает, да, и ничего с этим не делает. Вот вы посмотрите просто поединки Морена. Постоянно, кто бы ни бил ему оверхенды, они в основном практически постоянно заходят. Ну, надо же уже что-то делать, находясь на таком высоком уровне. То есть, ну плюс-минус здесь накравленство. В борьбе, да, конечно, Морена, конечно же, он более искушен. Да, у него есть и черный пояс, как я уже говорил, по БЖЖ. Но у Франца отличная защита от тейкдаунов. Отличная, отличная защита в плане того, что он продемонстрировал нам в крайнем своем поединке. Да, к нему можно залезть за спину. То есть, он допустил такую ошибку и допускал ее в ранних своих поединках. И в крайнем поединке, да, против Аскарова допустил эту ошибку. И за счет чего первый раунд, в принципе, ты и отдал. Последующие два уже, соответственно, забрал в стойке. Этот момент есть, он никуда не девается, да. И я думаю, что ему так же, как и Морена, в стойке с оверхендами нужно быть внимательным вот в этом аспекте. Так, я думаю, что вряд ли Морена сейчас сможет перевести Кая, потому что у того действительно потрясающий тейкдаун дефенс. Вот. Ну, по кардио, опять же, ребят, скажу, что... Ну, я не знаю, кто кого здесь выставит действительно фаворитом в этом аспекте. Ну, возможно, за счет того, что пятираундовые последние три поединка у Морена были пятираундовые. Возможно, в этом аспекте он будет смотреться чуть лучше, да. Потому что Франц у нас в основном проходил в UFC трехраундовые дистанции. Отталкиваясь от всего того, что я сказал, ребят, да, здесь, ну, как бы для меня здесь 50 на 50, вот реально. Я не понимаю, почему букмекеры выставили фаворитом Морена, да, причем таким большим. Возможно, из-за того, что это бывший чемпион, возможно, из-за того, что он проходил уже, как я и сказал, пятираундовые дистанции и бился в трех крайних боях с чемпионом, скажем так. Ну, с бойцом чемпионского уровня, давайте так это называть. Вот. Но Кая Карафранца я бы не стал списывать, этот парень прогрессирует, растет, тренируется с хорошими ребятами. Да, как я уже говорил, сити кикбоксинг, это действительно очень серьезный спортзал, где есть огромное количество топовых соперников, с которыми можно потренироваться, с которыми ты просто обязан расти как боец. В общем, вы знаете, я бы здесь рискнул на Кая Карафранца. В очередной раз, и идя андердогом под небольшой процент от банка, я бы рискнул и поставил бы на его победу. Мне кажется, что UFC мутит какую-то дичь, потому что, посмотрите, да, вот три поединка Морена провел с Фигереда. Ничья, победа, поражение, то есть, ну, напрашивается автоматически четвертый поединок. Мы видим посты о том, что публикует нам UFC, о том, что публикует, в принципе, сам бразилец, который говорит о том, что дайте мне больший гонорар. Потом я травмировался, потом опять за деньги разговор. То есть, ну, складывается такое ощущение, как будто UFC не хотят этого четвертого поединка. Конечно, понятное дело, если здесь уверенно Морена выигрывает, то у них не будет других вариантов, как организовать четвертый бой, потому что есть чемпион и будет главный претендент на чемпионский пояс. В общем, я думаю, что есть хорошие шансы у Франца отзащищаться от борьбы и, в принципе, в стойке, ну, плюс-минус, как я уже сказал, они будут равны. И тут кто подготовит более, скажем так, хороший геймплан, тот, скорее всего, держит победу. Поэтому под небольшой процент от банка здесь я решил газануть за андердога Кайкара Франца за коэффициент 2.8. В общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение получилось касаемо этого поединка. Теперь интересно послушать, что вы думаете, вы просто обязаны написать свои мысли, свои прогнозы в комментариях под этим видео. Также не забывайте, ребятки, лайки проставляйте, да, потому что это самая лучшая мотивация. И самый главный момент, ребят, не самый главный, один из главных, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Но у меня на сегодня все, друзья, я буду с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok